В эфире телерадио компания Шебекина, в студии Тарас Приказчиков. Здравствуйте! Самые интересные новости из жизни нашего города и района сегодня в выпуске. В Шебекина стартовал осенний призыв в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. В Новой Товолжанке отметили День села. На сцене Дворца культуры состоялся большой КВН-концерт. В Шебекина прошел районный конкурс ансамблей и хоровых коллективов. А теперь об этих и других событиях подробнее. Осенний призыв начался на прошлой неделе. Молодежь от 18 до 27 лет приступила к прохождению военно-врачебной комиссии. Юные шебекинцы пополнят ряды военнослужащих Российской Армии. Наступило 1 октября. А это значит, что осенний призыв в ряды Вооруженных сил Российской Федерации открыт. До 31 декабря включительно молодые ребята из Шебекина проходят медицинскую комиссию для освидетельствования годности призывников в различные войска. Конечно, многие стремятся в элиту – воздушно-десантные войска. Но даже те, кто по каким-либо причинам не пройдет отбор ВДВ, не отчаиваются. Российская армия отвечает всем требованиям современности. За период призывной кампании пройдут освидетельствование парней из города и района. Для успешного прохождения призыва будущему защитнику Отечества следует ознакомиться со своими правами и обязанностями. В военкомат следует являться после получения повестки. Призывник получает ее лично. Никакие передачи повестки посторонним лицам не допускаются. После прохождения медиков каждого будущего новобранца ждет окончательное решение призывной комиссии. В ее составе представители администрации, начальник военкомата, сотрудники полиции, службы занятости, а также терапевт. Военно обязанные по решению комиссии могут быть призваны в армию, получить отсрочку или получить направление на альтернативную службу, а также быть признаны негодными к несению воинской службы. На основании указа президента Российской Федерации номер 493 от 30 сентября 2015 года на территории Российской Федерации началась осенняя призывная кампания. С 1 октября 2015 года на территории Шебекинского района начала свою работу районная призывная комиссия. Всего с территории Шебекинского района будет призвано более 200 молодых парней. Районная призывная комиссия учитывает желание призывников для прохождения службы. Как всегда, основным фаворитом по видам и родам вооруженных сил занимает первое лидирующее место Воздушно-десантные войска и Военно-морской флот Российской Федерации. С начала 2015 года у нас в федеральном законе внесены дополнения по замене военной службы по призыву, военной службы по контракту. То есть граждане, имеющие высшее образование, имеют право заменить военную службу по призыву продолжительностью 1 год, военной службой по контракту продолжительностью 2 года. Желающие совершить такую замену обязаны прийти в отдел военного комиссариата, написать заявление на имя представителя призывной комиссии. И решение будет принято. С этого призыва вооруженные силы переходят на новую военную форму одежды, так называемую офисную форму. То есть граждане, проходящие на службу призыву, уже в этот призыв пойдут служить в новой военной форме. Что хочется пожелать призывникам? Это достойно выполнить свой воинский долг по защите нашего Отечества, естественно, не осрамить Святое Белогорье и дорогую Швейкинскую землю и вернуться домой молодыми, крепшими и, самое главное, здоровыми. В предыдущем году план призывника, установленный указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2014 года за номером 647, выполнен полностью. В войска отправлены 154 тысячи человек. У современных ребят более положительное отношение к прохождению воинской службы. Швейкинцы готовы отдать долг родине. Ведь, как считают сами ребята, армия – это хорошая школа жизни. В день флага Белгородской области в Швейкино прошел второй районный конкурс ансамблей и хоровых коллективов под флагом Белгородчины. 14 октября в день флага Белгородской области на базе модельного дворца культуры состоялся второй районный конкурс ансамблей и хоровых коллективов под флагом Белгородчины. Второй год подряд данный конкурс прошел по инициативе Шебекинского местного совета сторонников партии «Единая Россия». В конкурсе принимали участие вокальные ансамбли и хоровые коллективы без возрастного ограничения, представляющие одно произведение о Белгородчине. И вот сегодня, в этот замечательный день, когда мы празднуем не только день флага Белгородской области, но и замечательный праздник Покрова Божьей Матери, я хочу вам всем пожелать, чтобы над вами очень долго, всегда развивался флаг Белгородской области, как амафор, который нас накрывает в Богородице и благословляет нас на добрые дела, на хорошее настроение, на такие встречи. А сегодня пусть этот праздник подарит вам всем радость. С праздником! Оценивали участников по следующим критериям. Художественная ценность произведения, уровень исполнительского мастерства, артистичность и сценическое воплощение, а также художественное исполнение, костюмы и реквизит. Своими впечатлениями о конкурсе поделилась начальник управления культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского района Наталья Николаевна Мушенко. В Шебекинске проводится конкурс ансамблей хоровых коллективов, посвященный этому празднику. В прошлом году мы встречали на сцене города и района 12 коллективов. Отдельно, что в этом году коллективов уже 17. Очень приятно видеть себя на этой сцене. Подобные конкурсы помогают выявить и поддержать творческие коллективы района и города, укрепить контакты между вокальными и хоровыми коллективами, а также стимулировать самодеятельных композиторов и поэтов на создание вокальных произведений о Белгородчине, своей малой родине. Фестиваль проходит на высоком профессиональном уровне. Участие принимают почти все клубные объединения и сельские клубы, ансамбли, хоры, русской песни. Конкурс называется «Под флагом Белгородчины». 9 ноября во Дворце культуры состоится премьера спектакля сказки «Приключения смурфиков». Московский независимый театр порадует постановкой детей и взрослых. Не пропустите. 9 ноября, 14.00. Билеты в кассах Дворца культуры. Телефоны для справок 5.4203. 18 октября в Новой Товолжанке состоялось празднование села. На праздники побывали наши корреспонденты. На площади перед Домом культуры собирались жители села Новая Товолжанка. Народные гуляния – хорошая традиция сблизить односельчан и получить много положительных эмоций от общения. В этот день жителей ожидала насыщенная программа. Во время праздника для всех желающих работали различные аттракционы. Была организована широкая ярмарка, беспроигрышная лотерея. Открывая мероприятие, глава Ново-Товолжанского сельского поселения Игорь Николаевич Мешковой отметил значимость мероприятия. Мы празднуем праздник нашего села. О нашем селе упоминалось в летописях России еще с 1869 года. За это время села превратилась в одно из крупнейших сел Шубейкинского района. На благодатной Товолжанской земле живут прекрасные трудолюбивые люди. Многих уважаемых людей воспитала эта земля. Это такие люди, как Анатолий Викторович Смык. Почетные граждане Шубейкинского района проживают также на нашей территории. Годин Иван Кириллович, Ткачев Александр Андреевич. Много прекрасных и хороших людей. Сегодня, в этот день, мне хотелось бы поблагодарить тех людей, которые являются сами рачительными хозяевами в своих предприятиях. Но не только. Они помогают нашему селу. Игорь Николаевич вручил грамоты и подарки жителям села за личный вклад в создание благоприятных условий проживания на территории сельского поселения и в связи с праздником – днем села Новая Товолжанка. Праздничный концерт «Село моё поющее» – «Село Мастеровое» подготовили артисты Дома культуры. Задорные песни вызывали теплый отклик в сердцах слушателей. Задорные песни «Село Мастерово» Задорные песни «Село Мастерово» Торжество принесло всем гостям праздника хорошее настроение, подарило радость и улыбки, счастливый детский смех. Товолжанка – село со своими интересными традициями, своей историей, выдающимися земляками, трудовыми достижениями, а главное – его жителями, благодаря которым оно становится современнее, красивее и уютнее. День села стал праздником гордости жителей поселения, ведь для каждого Товолжанка – это малая родина, дом, куда хочется возвращаться снова и снова. Завела метель песню русскую, заплела любовь косу русую, Зазвенел рассвет над землей родной, нераздельной судьбой с тобой. Завела метель песни «Село Мастерово» Завела метель песни «Село Мастерово» Белгородские КВН-щики посетили наш город и дали большой КВН-концерт на сцене модельного дворца культуры. 17 октября на большую сцену модельного дворца культуры приехал большой концерт КВН. Две лучшие команды города Белгорода, участники официальных лиг компании ТТО «Амик», а также участники открытых телевизионных лиг КВН. Первыми дарить позитив шебекинцам вышла команда КВН «Свежесть» – сборная Белгородского государственного университета. Ребята являются многократными чемпионами университетской лиги НИУ БЛГУ, полуфиналистами Белгородской областной лиги КВН «Белоблсмех», а также полуфиналистами официальной региональной Воронежской лиги Международного союза КВН. Эти ребята делают уклон на музыкальный юмор. Они шутят, когда поют, и поют, когда шутят. Второй командой, удивлявшей шебекинцев своим остроумием и искрометным юмором, стала сборная города Белгорода, команда КВН «Компот», являющаяся обладателем Гран-при Кубка Кубков Харьковской открытой молодежной лиги КВН, полуфиналистом официальной региональной Воронежской лиги Международного союза КВН и полуфиналистом Белгородской областной лиги КВН «Белоблсмех». Их регалии можно перечислять очень долго, но, как сказали сами ребята, главное помните, адекватность не их конек, их конек – горбунок. Команды сыграли в разминку с залом, померились с силами в биатлоне и показали свой лучший материал, наработанный за многие годы КВНовской жизни. Приветствия и особенно стем команды КВН «Свежесть» не могли не вызвать заразительного смеха у всех присутствующих в зале. В этот вечер со сцены прозвучало много шуток. Зал, в свою очередь, ответил большим количеством смеха и аплодисментов, получив при этом море позитивных эмоций. Представьте случай во дворе. Эй, пацан, иди сюда. Мобила есть? Нет. А если найду? Слышишь, ты чё на меня наезжаешь? Да я сейчас своих корешей приведу, они придут и наваляют тебе. А чё ты, чё ты? Успокойся! Копники, которые ведутся на враньё трещей, их осталось так мало. Пережите их. Представьте, кавказцы играют в морской бой. Жи-2! Есть! Что есть? Жи-есть! Уау! А многие влюблённые парочки в ресторанах любят кормить друг друга. Итак, представьте, парень, который любит есть руками. Вот ваш пульси. А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! 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 Помните, от вашей внимательности зависит чья-то жизнь. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова На этом наш выпуск завершён. Над его созданием работали Лилия Гоголева, Тарас Приказчиков, Иван Сомкин, Валентина Егупова и Антон Ефременко. Следите за новостями и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова